Мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм-2, который всегда на вашей стороне, благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «Заожих о плаке у мёртвых родов и во молнии». Сегодня будем рассказывать вам о том, почему антидепрессанты увеличивают вес человека, несмотря на серотонин. Этим вопросом мы обязаны одному из наших зрителей. Он действительно заметил, что серотонин является мощным достаточно нейромедиатором, который снижает у человека аппетит. Вы видите здесь. Конечно, норадреналин тоже влияет на аппетит, но он влияет на аппетит двояко. Он может как усиливать аппетит, так и ослаблять аппетит. Ну, а серотонин только ослабляет аппетит. Ну, и вы знаете, что многие нейролептики, да, собственно говоря, почти, ой, прошу прощения, антидепрессанты, это, собственно говоря, почти все. Вот здесь наша новая классификация антидепрессантов. Они делятся на антидепрессанты по названию механизму и антидепрессанты по названию. Почему такое разделение? Ну, потому что антидепрессанты по названию механизму, их можно использовать для лечения депрессии. А вот только по названию не стоит использовать для лечения депрессии, но они при этом могут обладать другими полезными свойствами. Многие из этих препаратов, я уже сказал, повышают активность серотониновых нейронов. Вот, например, антидепрессанты двойного действия. Не будем про них ничего рассказывать. Выделили букву С. Действительно, эти антидепрессанты и по названию, и по механизму, потому что хорошо подходят вот под этого СН-дракона, у которого две головы падения активности серотониновых и норадреналиновых нейронов, ну и на серотониновые нейроны они влияют достаточно сильно. Есть антидепрессанты тройного действия, которые тоже влияют на серотониновые нейроны, достаточно эффективные СН-дэ антидепрессанты. Вы здесь их видите, подходит для лечения, например, депрессии тройного типа, которые падения активности и серотониновых, и норадреналиновых, и дофаминовых нейронов. Ну и есть антидепрессанты, мы уже говорили по названию, с полезными свойствами. Это противотревожные антиабсессивные препараты. Конечно, из-за того, что они влияют только на один тип нейронов, серотониновые, не стоит их назначать при депрессии, при депрессивном расстройстве, рекурентном депрессивном. Но, обратите, пожалуйста, внимание, к тревоге они очень-очень хорошо подходят, потому что тело этой гидры тревожной, это падение активности серотониновой системы и гамкоргической. И, конечно, мы поднимаем активность серотониновой системы при помощи этих препаратов. И вот эти все страшные головы гидры, которые не контролируются из-за того, что тормоза упали, тормоза восстанавливаются, головы гидры отлетают. Ну и надо вам сказать, что все так хорошо, серотонина много льется рекой, все препараты повышают уровень серотонина, многие довольно серьезно и сильно. Тем не менее, почему-то происходит вот такая картина. На антидепрессантах почему-то люди полнеют. Ну и надо как-то на это ответить. Что мы должны ответить на это? Прежде всего то, что антидепрессанты действуют не только на серотониновые, норадреналиновые, дофаминовые нейроны, есть антидепрессанты, которые действуют на нейроны лишние, ацетилхолиновые и гистаминовые. Это не нужно для реализации антидепрессивного эффекта. Но они такие препараты есть. А что такое гистаминный ацетилхолин? Подавляется активность этих самых ацетилхолиновых и гистаминовых нейронов. Гистаминный ацетилхолин необходимы нам с вами, чтобы ощущать сытость. Ну, например, есть нервус вагус. Вагус – нерв, по которому передается ощущение о том, что человек сыт в головной мозг. Беда состоит в том, что если мы будем блокировать ацетилхолиновые нейроны, не будет никакой информации. Ну и, соответственно, гистамин тоже самый. Кроме того, гистамин и ацетилхолин, они способствуют перевариванию пищи. Но вот здесь стимуляция секреции соляной кислоты в желудке зависит от ацетилхолина и гистамина. Чем их больше, тем больше соляной кислоты. А это значит, пища быстрее переваривается, это значит, что быстрее наступает сытость. Ну и давайте теперь подумаем, а что будет, если мы назначим препарат-антидепрессант, который блокирует гистаминовые и ацетилхолиновые нейроны. Конечно же, аппетит будет повышаться. Ну и из антидепрессантов тройного действия особенно этим отличаются два препарата. Это амитрептилин и коломепрамин. Несмотря на то, что у них С большое, эти препараты блокируют активность гистаминовых и ацетилхолиновых нейронов. Блокируют очень и очень простым способом. Есть на нейронах, вот это два нейрона, они могут быть гистаминовыми, ацетилхолиновыми. Первый нейрон испускает нейромедиатор, который идет ко второму нейрону, чтобы передать возбуждение. Но амитрептилин и коломепрамин и анафронил прикрепляются к H1 и M1 рецепторам. Это основные рецепторы, которые передают возбуждение. И дальше не происходит того, что должно произойти. Нейромедиатор не соединяется с этими рецепторами, возбуждение резко падает. Ну и если мы обратимся к федеральному руководству по использованию лекарственных средств, мы видим, что и амитрептилин, и коломепрамин здорово повышают массу тела. Четыре креста, три креста. У нас вообще в психиатрии очень любят рисовать кресты. Видимо, это со времен сиференса повелось. Я бы такие вещи делать не стал, я бы провел просто исследования. Но, к сожалению, такие исследования почему-то перестали проводиться. Ну, может быть, потому что амитрептилин и кломепрамин используются все реже и реже в мировой литературе. Значит, три креста и четыре креста. Это что, собственно говоря, означает? Это означает, что даже если препарат является сильным препаратом, который повышает активность серотониновых нейронов, все равно влияние на гистаминовые ацетилхолиновые нейроны перевешивает. И это не только потому, на самом деле, что здесь как бы два нейромедиатора, две нейромедиаторные системы, система нейронов, там одна система нейронов. Дело в том, что на самом деле аппетит для нас очень и очень важен, и вес тела. Говорят, пока толстый сохнет, худой сдохнет. И это было действительно так. Даже существует целая гипотеза о том, что те люди, которые запасливые, те, которые умели накопить жирок, я имею в виду при первобытном общинном строе, те и выживали. А вот такие худышки, они погибали, потому что тогда пищу можно было достать не сразу, и нужно было очень и очень здорово поработать. Ну, соответственно, конечно же, выжили те, кто кушает, как в последний раз, и кушает очень и очень много. Поэтому на самом деле, если мы будем отвечать на простой вопрос, почему человек на антидепрессантах вес повышает, на таких антидепрессантах, как амитриптилин и кломипромин, вес повышается из-за того, что падает активность гистаминовых и ацилхолиновых нейронов. Здесь повышение уровня серотонина не играет никакой роли. Сильнее действуют те механизмы, которые способствуют повышению аппетита. К сожалению, природа распорядилась так, то мы склонны к повышению аппетита, нежели чем к снижению аппетита. Мы собираемся продолжить эту тему. Но если она, конечно, вам будет интересна, а если она вам будет интересна, подпишитесь на наш канал, пожалуйста, комменты, пожалуйста, лайки, становитесь спонсором нашего канала. Нам уже очень действительно нужны деньги для того, чтобы развивать наш канал. Ну и можете перевести нам малую толику, вы увидите в описании ролика реквизита счета, потому что мы работаем для вас и только для вас. До новых встреч!